Здравствуйте! Это программа «Территория гласности», которая, к сожалению, не столь широка, как хотелось бы здравомыслящим людям. Я Нателла Болтянская с удовольствием представляю наших гостей, журналиста Ксению Соколову. Здравствуйте! Здравствуйте! Автора очень нашумевшего материала «Что делает мужчина мужчины?» Как выяснилось, хамовнический суд очень преуспел в этом деле. Антон Мирлин, свидетель, который, скажем так, тоже нашумел в хамовническом суде, потому что, несмотря на все попытки прокурора Лахтина убедить вас в том, что ваше выступление в суде плохо скажется на вашей зарплате, ну, во-первых, вы были просто одним из тех, кто откликнулся, что называется, на призыв Михаила Борисовича, как я понимаю. Вы написали статью. Легче вам стало? И эта статья написана в рамках колонки, которая называется «Заметки брюнетки» в гламурном журнале «Действительно Джекилл». Вот, и как-то развивать там тему тюрьмы, суммы и всего прочего я не намеревалась. Но когда я увидела то, что я увидела, я просто поняла, что я очень хочу об этом написать. И вот прям даже буквально вот не могу об этом не написать. Вы знаете, шутки шутками, но есть такой человек по имени прохожий Мохнаткин, который однажды шел в себе по Триумфальной площади, вдруг смотрит, кого-то мочит. Буквально, если не в сортире, то кулаками. Вмешался, ну, мужик. Вот что делает мужчина мужчиной, да? Вот. И получил свои два года. И вопрос заключается вот в чем. Я знаю, что вообще линия вашего журнала, она очень неоднозначна. Потому что я знаю, например, очень жесткие выступления главного редактора господина Лускова по поводу Сталина. Очень жесткие. С одной стороны. С другой стороны, как бы так сказать, высоколобая яйцеголовая интеллигенция привыкла слово «гламур» произносить в очень таком негативном. Да нет, ради бога. Про Джекио можно все, что угодно плохое говорить. Это совершенно неважно. Дело не в том, что журнал хороший он или плохой. Дело в том, что действительно странным образом он исполняет некую функцию, которую должны в нормальной ситуации исполнять совсем другие журналы. Я выступаю про Ходорковского. Ну, действительно, понимаете, журналистика – моя профессия. И если вот это происходит, а я считаю, что Ходорковский, действительно упомянутый Мохнаткин, это абсолютно главные и знаковые вещи, которые сейчас происходят в нашем обществе. Ничего главнее этого не происходит. Я не понимаю, почему господин Мохнаткин не вытаскивают сейчас из тюрьмы. Почему там стотысячные демонстрации не стоят? Я этого не понимаю. Потому что это же фантастический случай по своему… Вот просто вы представляете себе, что вы там гражданин свободного общества. Вы там американец. И вам рассказывают историю, что человек шел и заступился за какую-то, по-моему, женщину, которую тащили буквально отвратительным образом, как они привыкли это делать. Тащат в автозак, он за нее вступился, и он получил два года. Это звучит как плохой анекдот, сори. Это звучит как какой-то 37-й год. Это бред. Этого не должно быть. Понимаете, мне кажется, что реально происходящая ужасная вещь – это вот какая-то полная потеря здесь людьми, особенно мужчинами, чувства собственного достоинства. Вот это меня действительно поражает. Антон, у меня вопрос к вам. Вот в тот момент, когда вы стояли на этой самой замечательной трибуне, ОШУ у вас был прокурорский цех, Одессу у вас был адвокатский, за ними стеклянная клетка с Михаилом Борисовичем и Платоном Леонидовичем. Ваши ощущения? Совершенно точно нужно делать то, что ты считаешь полезным, и то, что ты можешь сделать. Результат – действительно вещь, которую мы не можем точно предсказать и быть уверенными, что он будет такой, как мы хотим. Но то, что делать, то, что ты можешь, нужно абсолютно точно. И у меня никаких колебаний не было, когда я там стоял. Я знал, что я могу абсолютно точно сказать, что нефть не похищалась. Вам вообще не страшно было? У вас не было желания сбежать куда-нибудь в Лондонград? Нет, немало. Мне страшно не было. Когда я выходил из здания суда, у меня брали интервью, тоже задали этот вопрос. Я там сказал, что есть народная пословица. Честно, бояться нечего. Это мое убеждение, что бояться-то надо тем, кто идет путем неправды. Но есть другая вот такая поговорка простая. Не в силе Бога, а в правде. И поэтому мне не страшно. Для очень многих наиважнейшее в этом процессе – это то, как себя ведет сторона обвинения и суд. Собственно, судья. То есть неважно, кто есть Ходорковский, важно, что с ним делают неправильно. Ксения привлекла внимание ровно к той самой фигуре, которая является, я не знаю, сексуально привлекательным объектом в связи с тем, как он себя ведет. На ваш взгляд, оправданный ход? Это интересная, на самом деле, тема, потому что я сам заметил по публикациям, что очень много пишется о том, какой Лахтин, какой Данилкин. А, собственно, Михаил Борисович, вообще его фигуре, ну, как-то она действительно меньше в поле зрения. Это же реальный человек, который пережил вообще на самом деле не то, что мало в истории человечества, вообще людям приходилось. Потерять такое состояние, и из таких князей в такие грязи, а на самом деле в истории вообще не так много случаев. Кто-то из классиков писал, я хочу, чтобы к штыку приравняли перо. Ксения, а есть надежда на то, что... Вот, знаете, меня всегда интересует результат. Вот замечательно, если после нашей с вами программы те люди, которые ее посмотрят, возьмут и пойдут на митинги в поддержку Мохнаткина, условно говоря. Другое дело, что их разгонят дубинками. Но это уже делать, что должно, и будет, что будет. Сто раз разгонят, а сто первые, и они победят. И действительно, вот, мой собеседник абсолютно прав, потому что весь этот Лахтин, весь этот Путин, все это, это неинтересно. С этим все абсолютно понятно. Это какие-то исторические жернова, которые всегда есть, которые там мелют человека, массу людей и так далее. Это есть, всегда и будет. И, в общем, мы знаем примерно схему их поведения. Ничего нового они нам не покажут. А вот личность, которую они прессуют, она может вести себя абсолютно разными способами. И то, что делает Ходорковский, это уже реально, это просто какой-то такой библейский масштаб, я бы сказала. То есть он не гнется, при том, что согнулись абсолютно все остальные. Вот поразительная вещь. То есть здесь какая-то ролевая модель сейчас там торжествует в обществе. То есть кому все хотят подорожать? Тому, кто зарабатывает. Даже не зарабатывает, тому, кто чиновник или бизнесмен, коррупционно срощенный с чиновником, который ворует, конечно же, у которого есть там особняк, у которого есть яхта, и который из-за этого хорошо живет и имеет бабки. То есть что я хотела написать в этой статье? Я хотела написать, что, ребят, вот то, что вы вор и взяточник, у вас есть бабки, это плохо, вы лох. А вот если вы не гнетесь, то вы молодец. И в этом смысле меня очень порадовало, знаете, что? Что эта статья затронула, очень затронула мужиков. Причем абсолютно... Какие отклики были? Ну, отклики были, соответственно, весь интернет, то есть там, ну, половина людей меня там страшно ругали, как-то, что я всех там обозвала, что всех лохами и так далее, и так далее. Это, кстати, тоже интересно. Язык. То есть я в силу там своих возможностей писательских, сил своего образования могу писать любым языком. В данном случае я специально перешла на язык шпаны, чтобы шпана меня поняла. Шпана брила? Шпана прямо уловила. Прямо шпана позвонила Евне Диктову и сказала, убери статью Сеха. Шпана прям все знает, сидит, читает и как бы утирается. Все нормально. Вот. Ну, вот что интересно про этот шпанский язык я, кстати, хотела сказать. Уж как филолог, извините. Сейчас Путин ответил вот этому блогеру, который про Рынду написал. Выталонки в элисератор. Почему он ему ответил? Потому что эта штука была написана матом. Он увидел знакомый себе дворовый шпанский язык. Когда вот это вот выходит и говорит, да, 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 да. И он ему в ответ вот тут же растопырил пальцы. То есть он услышал понятную ему речь. И он тут же на нее откликнулся. То есть нужно понять одну вещь, которая, кстати, видна в этом суде, там пять минут достаточно, находиться. Просто человеку, который вообще не знал про этого Ходорковского никогда и ничего. Нужно понять, что ни к какому судопроизводству это не имеет никакого отношения вообще. А вы как считаете, если не дай бог, я постучу, вот тут что-то есть деревянное, не дай бог, Ходорковский в свое время говорил, что для него там нужен человек в одних погонах, для каждого из нас достаточно человека в других погонах, да? Не дай бог оказывается в такой ситуации. Найдутся люди, которые пойдут говорить, нефть не похищалась? И господин Мирлин ни в чем не виноват? Это не очень важно. Это не очень важно. То есть, ну, важно, что делаешь ты. Потому что человек, который принимает решения, он несет ответственность за свои решения. Те люди, которые как-то себя ведут по отношению к нему, это их ответственность. Мне ужасно всегда интересно. Я сажусь всегда ближе к обвиняющей стороне. Мне ужасно на них интересно смотреть. Ведь из мяса и крови. Ведь был как-то момент, когда я обратила внимание на какую-то реплику Лахтина, судья Ковалихина вот так вот сделала. Мол, ну, не могу я уже на это смотреть. Люди, несчастный этот Данилкин. Искренне, мне его глубоко жалко. А не надо его жалить. Он может сделать свое дело, может уволиться из суда. Но ему нужна пенсия в 50 тысяч. Я сейчас была, там еще делала материал с двух процессов. Один из них Ерофеев Самодуров против запретного искусства. Но то же самое. Сидит симпатичная себе судья. Милая глаза закатывает, когда, значит, эти придурки там, из Народного собора какой-то там бред несут в третий час. Глаза закатывает. И тоже хочется подумать, как жалко судью. Да не жалко судью. Вот встань и уйди, скажи, все, не могу этот бред терпеть. Пойду на другую работу. А не уйдет. Ну, знаете, да? Каков должен быть общественный отклик для того, чтобы хоть что-то изменить? Вот вы посмотрите. Ходят в суд... Тут в процессе? Конечно. Потому что ходят в суд люди. А я открываю один, между прочим, очень тиражное издание, читаю там. На процесс ходят 20 человек, и это одни и те же. Вранье, уважаемые. Неправда. На самом деле, в нашей стране, с моей точки зрения, по моим ощущениям, сейчас очень сильно меняется ситуация. Очень сильно. И сейчас мы, скорее всего, увидим некие силы, третий, которые будут играть очень существенную роль. В том числе и в этом процессе. Я поясню свою мысль. В тот момент, когда было такое видимое противостояние между Михаилом Борисовичем и Владимиром Владимировичем. Это была одна страна. Сейчас прошло время, и сейчас мы живем уже в несколько другой стране. Сейчас другие цены на нефть, у власти совсем другие возможности, а у нас совсем другие проблемы и значительно более серьезные, нежели те, которые были в тот момент, когда произошло это столкновение. Поэтому мое мнение, что сейчас все поменяется, и мы увидим третьи силы. Вы, может быть, обратили внимание, благодаря вам, журналистам, мы узнаем какие-то новости довольно оперативно. И вообще был очень интересный момент, что когда Владимир Владимирович, так сказать, в рубашке белой, неоднократно замеченный, пишущий братья, ходил по пожарищам, народ-то и очень жестко встретил. Одно дело, когда действительно цены на недвижимость, в которой я работаю, росли в 100% годовых, тогда на проблемы с свободой как-то не до этого было. Сейчас совсем другая история. И сейчас речь не о свободе и не о 100% годовых. Вы знаете, я не так давно посчитал цифру. Вот я как бы вспомнил, что в Афганистане воевало порядка 600 тысяч человек за 9 лет. Погибло 13,5 тысяч. Ну, это, грубо говоря, чуть больше 2%. За 9 лет это получается 0,25% вероятности для советского солдата быть убитым на войне в Афганистане. В прошлом году насильственной смертью в Российской Федерации умерло 224 тысячи человек. Значит, население 141 миллион, соответственно, это 0,15%. Приближаемся. То есть, жизнь в современной России, современного россиянина по опасности приближается к опасности для солдата, воюющей в Афганистане армии. Очень хочется рассчитывать на то, что не моя хата с краю, а каждый человек в какой-то момент сам себе говорит, так, все, надоело. Вот я считаю, что я должен это сделать. И я это сделаю. А они там пусть решают, как водится. И, может быть, порядочных людей наберется. Знаете, что? Вот нужно просто людям действительно взять ответственность за свою жизнь, на себя. Вот у нас проблема людей в том, что им не хватает ответственности. Но я думаю, что это в силу многих исторических катаклизмов случилось. За свои поступки. Вообще за то, как они будут смотреть в глаза своим детям. Я думаю, что на этом мы можем только поставить многоточие. Спасибо всем, кто был с нами на территории гласности. Ксения Соколова, Антон Мирлин. Я Нателла Балтянская.